Производители обуви работают в условиях серьезной конкуренции, но свои ниши на этом рынке раскрученных брендов находят чбоксарские бизнесмены. КОНЕЦ На этом заводе, локализованном в промзоне столицы республики, выпускают тапочки, сандалии, чешки и чуни. Большой объем производимой продукции реализуют в магазинах детской одежды. Для того, чтобы выйти на крупные торговые сети, качество обуви подтверждают сертификатами таможенного союза. Изготавливаются по ГОСТу, имеют сертификаты соответствия, соответствуют требованиям технических регламентов. То есть безопасное, экологически чистое, то есть стараемся сырье применять только проверенное, у проверенных поставщиков. За последние годы предприятие наладило тесные кооперационные связи. В других регионах заказывают кожу, меха и ткани. За качеством поступающих материалов следят строго, ведь от этого зависит репутация фирмы в целом. Производство у нас включает полный цикл, то есть от закупки сырья. У нас есть свой дизайнерский отдел, разрабатываем, делаем лекала, выпускаем. И полностью производство от начала до конца, до конечного цикла ведем здесь на предприятии. То есть уже потребитель получает готовые изделия. Изделия все сертифицированы. На сегодняшний день на предприятии трудятся, так как у нас предприятие малое, поэтому у нас чуть меньше 100 человек. Это 90 с чем-то, 95-96 человек трудятся. Торговая марка завода «Пумка» уже становится узнаваемой. Но продвигать это название на рынок бизнесменам было не так-то и просто из-за аналогии с немецким брендом. Эксперты в Москве, которые должны были зарегистрировать эту торговую марку, расценили, что здесь есть степень смешения, до степени смешения похожая на торговую марку «Пума». Право на бренд «Пумка» чебоксарские бизнесмены отстояли. С каждым годом на заводе наращивают географию продаж. Детскую обувь реализуют уже более чем в 50 регионах и федеральных торговых сетях. Сейчас производим детские сандали для детей от возраста, от первых шагов до окончания садика. Чешки делаем для школьников и детсадовцев. Запустили линейку домашней обуви теплой. И сейчас, в этом году, еще производство спецобуви рабочей. В бизнес-плане завода выход на зарубежные рынки. А это ключевая задача национального проекта. Промышленный экспорт – это 422 миллиарда рублей. Касаясь обрабатывающих производств, касаясь химической промышленности, машиностроения, но касаясь экспорта продукции, а пока в прошлом году 23,5 миллиона долларов. Это тоже очень важно. И в 2024 году мы должны выйти на 50 миллионов долларов поэтапно, пошагово. Предпринимательский потенциал региона огромен. Для поэтапного роста доли экспорта необходимо создавать благоприятный инвестиционный климат. Бизнесмены и органы власти республики за последние годы наладили тесный диалог. За последние пять лет, начиная с 2015 года, входили, входим практически топ-15 лучших регионов Российской Федерации. В 2015 году мы были на 9 месте, в 2016 на 6, в 2017 на 2, в прошлом году на 8, в этом году в 11. Предпринимателям звонят, выходят через разные коммуникации. Это оценка предпринимательского сообщества Чувашской Республики и экспертов. Наша главная задача представлять аргументированные предложения по существу для того, чтобы реакция и правительства Российской Федерации, и администрация президента Российской Федерации была направлена на благосостояние или пользу предпринимательского сообщества. Результаты проводимой работы должны быть ощутимы уже в ближайшие годы. Редактор субтитров А.Семкин